Доброе утро. Доброе утро. Сегодня совершенно невозможно не разговаривать про погоду, потому что там творится что-то неимоверное. Невероятно. Минус 30 ощущается вообще как минус 45. И вот всегда было интересно узнать, кто же тот самый человек, который определяет... Который выходит такой, ну... Ну, как-то холодновато. Что-то ощущается как минус 45. И вот мы неспроста пригласили как раз такого человека к нам в гости. Доброе утро. Давайте знакомиться. Анна Мишарина, специалист Урал Гидромедцентра. Доброе утро. Анна, доброе утро. Ну, на ваш профессиональный взгляд. Ну, во-первых, да, ощутили. На минус 45. Да, я ощутила. Действительно, есть такая таблица эквивалентных температур. В зависимости от скорости ветра, воздух охлаждается быстрее. И, например, минус 20 при скорости ветра 10 метров в секунду будет чувствоваться как минус 30. То есть это реальное, это не по ощущениям. Нет, это реально. И еще и от влажности воздуха тоже все это зависит. Вот. Для всех людей, кто сомневался... У вас есть... Да. ...то это реально существующая таблица, а не просто... Есть определенные показатели. Вы видите, какая температура, какая скорость ветра, какая влажность. Все это сопоставляется и выводится в новую цифру, как ощущается. Да. Правильно? Да. Круто. Скажите нам честно, вот то, что сейчас на улице происходит, это норма для Урала? Потому что, ну, нам не нравится, нам холодно. Когда же это все уже наконец закончится? Это для Урала норма, но за последние 10 лет мы все забыли о таких морозах. Да, отвыкли, потому что прошлая зима была аномально теплой, а в этот раз у нас в феврале на 7 градусов, где-то ниже нормы. И последние такие температуры были в 2010-2014 году, ну, правда, там было минус 5, минус 4 градуса. Тут действительно очень холодный февраль. И в начале февраля в 1898 году, как сейчас помню, было минус 42. Ну, то есть нам еще с вами повезло. Спасибо большое, что хотя бы эти нормативы мы не побили в этом году, уже хорошо. А есть какая-то вот статистика, учащаются такие аномальные случаи или же с какой-то периодичностью проходят одинаково? Статистика есть, этим занимаются климатологи, мы, как синоптики, этим не занимаемся, мы только прогнозируем погодом. Ну, давайте спрогнозируем что-нибудь. Давайте спрогнозируем, потому что сейчас людям нужна надежда. Только не говорите, что тепла не будет, вы сейчас прям соберитесь. Тепло будет, да, в марте, летом тепло будет, потому что завтра еще холодно, по северу до минус 40, но начнет постепенно теплеть и к концу недели до минус 25 ночью и днем уже в Екатеринбурге минус 12-17. Вы насколько вот далеко заглядываете в будущее? Как специалист Уралгидромета мы прогнозируем на 3-3 суток, это самые точные прогнозы, и консультацию на 7 дней. Вот та самая консультация, тот прогноз на длительный срок, как часто он подтверждается, либо наоборот все происходит по-другому? Оправдываясь месячных прогнозов, которые мы смотрим на сайте Гидрометцентра России, около 70-60%, и вот это очень хорошо. А недельные прогнозы, оправдываясь у них 60-80%, и если в первые 3 дня схема уже заложила ошибку, то к концу недели может быть колоссальная ошибка уже в температуре. Вы верите в то, что люди годами, веками замечали и те традиции, какие-то приметы, которые формировало наше общество? Вы в них верите как синоптик? Это работающая вещь или нет? Как синоптик? Я в них не верю. Есть даже шутка, что первый метеорологический журнал – это летопись. То есть еще самые первые времена люди записывали, но это констатация факта. То есть все связано было с религией, и именно к этим дням была подводка о температуре, об осадках. Давайте как раз сейчас проверим, насколько совпало быстрый блиц-опрос тех традиций, которые замечали люди, и что вы по поводу этого думаете. Так, фотография номер один. Ну, смотрите, у нас есть купающиеся воробьи. Ну, коль в начале марта воробьи купаются, то будет что? Как вы думаете? И варианты – тепло, холодно или дождь. Как вам кажется? Как человек, я думаю, что будет дождь. А как воробей? Как воробей сложно ответить. Дождь – нет, тепло будет. Тепло будет. Вот, теперь вы можете обращать. Если в самом начале марта гром, весна придет с… И есть несколько вариантов – оттепель, дожди или холода. Если гроза в марте. Соттепель. Соттепель. Принимается, но холода. Холода, все-таки холода. Если будут длинные сосульки, то это к теплой весне, засушивому лету или долгой весне? К долгой весне. О, вот тут мы выиграли, вот тут отгадали. Вот здесь точно, сразу видно, что это ваша тема, например, по сосулькам. Вот, отлично. Если одуванчик зацвел ранней весной, то лето будет коротким, дождливым или жарким? Жарким. Очень сложно ответить. В общем, ну, как вы понимаете, все это у нас просто для того, чтобы вас развеселить. Не знаю, насколько все это подтверждается. Я не знаю, тоже, но хочется, чтобы из ваших уст были столько слова, что лето будет жарким, весна скоро придет, ребят, чуть-чуть осталось потерпеть. Конечно. Вот таких прогнозов мы вам и желаем. Вы там как-нибудь цифры нам, пожалуйста, подгадайте. Мы постараемся. Мы вас благодарим за сегодняшний утренний визит. Надеемся, что все прогнозы обязательно будут всегда сбываться, чтобы люди были готовы к всему происходящему. Ну и напоминаем, что у нас в гостях сегодня была Анна Мишарина, специалист Урал Гидромедцентра. Спасибо большое за то, что пришли и за то, что у нас порадовали. И вам еще такая солнечная, улыбчивая, замечательная. Мы вам желаем хорошего дня. Спасибо. До свидания.